Здравствуйте, уважаемые друзья! Была встреча с евродепутатами. Было четыре депутата Европарламента. Они внимательно выслушали нашу информацию. В данном случае я говорил по поводу нерегистрации партии Алга-Хазахстан. Осет Абишев говорил о пытках в связи с январскими кровавыми событиями. В Европарламенте задавали вопросы, мы дали исчерпывающие ответы. Я думаю, что они получили недостающую информацию, которая поможет им сориентироваться в нашей политической ситуации, с нарушением прав человека и с репрессиями, которые имеют кровавый оттенок. Здесь важно то, что заинтересованно подходит к этому, потому что это не пустые слова, это установление демократии. Мы знаем, что Назарбаевский режим и Тухаевский, продолжение этого режима, они просто делают вид, как будто проводят какие-то демократические изменения, реформы какие-то. Это все имитации. И об этом тоже было сказано. И что интересно, они говорят, что мы в курсе всего этого, хорошо осведомлены, и поэтому мы интересовались конкретными фактами, деталями, допустим, хода нерегистрации партии. Об этом мы рассказали. Тем более, что вот эти вот... Я подчеркнул, что почему суды и Министерство юстиции так поступает, грубо нарушая закон, потому что их назначает сам президент, как Назарбаев назначал, так и Тухаев назначает сегодня. Естественно, что они зависят полностью от него и выполняют его волю, а не требование закона. И поэтому происходят такие, доходящие до абсурда, нарушения закона. Евродепутаты, мы просто пожелали, чтобы мы дали им факты, конкретно показывающие, какими методами, какими способами они препятствуют регистрации партии. И, конечно, мы готовы к этому, у нас достаточно фактов, и мы их изложим и доведем до Европарламента, эти материалы. И я убежден, что это поможет в дальнейшем, чтобы они могли принять конкретные меры по помощи регистрации партии, чтобы оказать влияние на этот процесс в рамках Европарламента, в рамках закона, естественно. Там, в Европарламенте, просто иначе и быть не может. Это у нас могут оказывать давление только незаконные, силовые и так далее. Это в диктаторском полицейском государстве. И мы намерены продолжать наши усилия по регистрации партии, невзирая на все препятствия, чтобы пробить эти все заслоны и добиться того, чтобы, наконец-то, наша партия смогла легально работать даже в условиях диктаторского режима. И чтобы мы могли потом на этой основе добиться реальных перемен по демократизации общества, по защите прав человека, по проведению честных, открытых, справедливых выборов, чтобы партии регистрировались действительно по облегченной схеме, а не так, что Токаев обещает, что все будет облегчаться. А на самом деле закон не вносит с этой изменения. Даже проекта этого закона нет. И, конечно, это голословные обещания Токаева, ничего не стоит, и это уже всем ясно. И об этом мы тоже сказали, думаю, достаточно убедительно. И Европарламенты согласны с этим. Тем более, что, как я уже сказал, они, похоже, тщательно знакомились с нашей ситуацией и во многом осведомлены. И вот эти совместные усилия, я думаю, что в дальнейшем принесут свои плоды, и мы сможем пробить вот этот диктаторский заслон, который не позволяет людям по конституции выполнять свои, значит, права, добиваться своих прав. И чтобы сама конституция изменилась, в конце концов, мы знаем, что у нас есть конституция, в принципе, демократическая, которая могла бы нормально работать. Это конституция 1993 года. Она была отменена Назарбаевым и заменена Конституция 1995 года, диктаторской Конституцией, можно сказать, Назарбаевской Конституцией. И вот сейчас уже должен пройти обратный процесс, чтобы Назарбаевская Конституция была отменена, а наоборот, Конституция 1993 года была возрождена. И вот это началом будет реальной демократизации страны. И на этой основе, конечно же, обязательно должны происходить во всех сферах изменения, реальные, конкретные изменения, которые позволят нам уже работать в рамках демократических норм, международных норм. И я думаю, что это все возможно, вполне возможно в ближайшее время, такие перемены, изменения у нас произойдут. Конечно, если мы будем достаточно усилий прилагать к этому, вовлекая в это дело весь народ, чтобы поднять активность народа, и чтобы жертвы ханкара казались не напрасными. Спасибо за внимание. Я думаю, что в дальнейшем мы и встретимся. Мы будем держать вас в курсе этих событий. Продолжение следует...